куришь а сколько уже не курил три месяца чё я так это не хочу бросать принудительно можно не положил специально чтобы куришь и начал домой звонить будешь не понял домой звонить будешь если номер правильный ну я же не в курсе но я тоже пока не позвоню он не помнит номер телефона мы к по кому-то там написали если кто-то его узнает напишите мне точнее лучше наде и тогда он свяжется если там сейчас не ответит человек потому что ты что пережил инсульт инсульт прошу говорили громче подожди а что значит ты по выслуги лет но я 25 календарей отслужил в армии и ушел на пенсию 25 лет отслужил в армии и ушел на пенсию и сейчас тебя мобнули да а кем ты в армии отслужил майором уволился майор да у блин я офицер валяуя значит умный номер не факт если в плену значит не умный ну правильно я так и не понял ты просто говоришь мобик мобик я думал обычный мобик который там рядовой офицеру дышу аллилуйя снизошли к моим решением представься в камеру разбитого самсуна это секретная информация вам она не нужна так что вот так вот сколько дипломок лет он 51 51 год на типа 10 лет старше меня да ну короче ты даешь согласие на записи публикацию данной дали на короче еще раз повторяю если кто-то его узнает напишите наде телефон чтобы он был на связи машина с цельный майор короче попался так них на себе хорошо тогда мы берем сценарий для офицера но потому что есть сценарий для зэка и сценарий для мобика тут же надо высоком будем говорить надо наверное наверно наверно есть о чем на высоком поговорить да вообще-то нет вообще-то нет мы будем разбираться но по крайней мере я думаю будет интереснее чем разговариваться срочником который откинулся со школы пошел в армию плен все интервью закончилось как тебе майор срочники в плену давай по порядку подожди мы сейчас дойдем до этой истории ты же цельный майор 25 км отчет и хочу не полковник в полку то что должность только командир полка полковник а майор это зам командира части уволился замком полка ты был нет часть только ты майором переходил немного вот года три а значит и за летчиком был нет отчеты так долго до майора роз у нас был на капитанской должности капитанской должности долго просидел сколько пересидел лет восемь а что это ладно хорошо же интересно будет у будет интересно для этому что нет чего у нас просто часть была называлась так скажем кладбище капитанов будет интересно кладбище капитанов часть называлась кладбище капитанов так еще раз а где ты учился на майора нацельного но я в пензенском высшем артиллерийском инженерном училище пензенский высший артиллерийский училищ сколько там пять лет учат пять лет артиллерист да какая у тебя воинская специальность хранение ремонт боеприпасов у но с пушек сыграть умеешь да а как вот это сейчас по телевизору показывают как ваши арсеналы горят хорошо ну я скажу что там расчет местного руководства есть какой сейчас мы пожурим местного руководства ну то что в пожарном отношении часть как бы плохо организовано так а что они могли сделать туда прилетел обломки дрон на обломки даже пожар возник сначала возле хранилищ ты веришь что прилетели обломки но я не знаю что там точно прилетела скорее всего площадку открытого хранения попал дрон то нет смотри у вас же по телевизору говорят все я могу тебе зачитать новости иконоженко включить попадание нету что это были это оскол осколки от дрона у нас уже знаешь как это военная левая рука чешется к чему это деньга табак есть у меня нету здесь зачем мне рука чешется у нас уже дрон назвали обломные до обломки муж и везде у вас ппо сработала четко противоповитренная оборона ну пв по вашему противовоздушная оборона всегда все сбили обязательно какой-то один обломок попадает в нпз в склад короче это обломка ну в дроне гореть нечем ты же понимаешь да да железка это не только железка там и пенопластовые есть дроны которые чтобы легкие были закончил ты эту часть в каком году в девяносто пятом ну не часть бурса в девяносто пятом хочу так долго девяносто девяносто пятый девяносто девяносто пятый ты 73 плюс 18 лет школа это ванну все брали туплю хорошо закончил в девяносто пятом куда тебя отправили на дальний восток на склад боеприпасов это типа списали или так распределили нет распределению а родом ты откуда с пензы это же вообще не по адресу у меня сам захотел на дальний восток быстрее к пенсии но это тоже плюс надбавка по бабкам да вот она что за полтора это я все знаю на дальний восток куда на склад боеприпасов ну там он такой немаленький дальний восток а черниговский район не то футболка я еще с города чернила нет черниговка назывался населенные были были уже оттуда хорошо что нам за склад арсенал нет склад просто склад что хранили боеприпасы какие на стрелкового вооружения до сто двадцати два сто пятьдесяти двух но суп все двойки были расскажи народу где сто пятьдесят двойки применяются собеседовки за применяется гаубичной артиллерии у правильно приехал ты туда лейтенантом принял весь склад но как принял нет или там были она должность сначала помощник начальника отдела попал потом дослужился до начальника учет операционного отделения это какое уже звание будет капитан а склад большой был нет обыкновенно первого разряда ничего мне не говорит ну в длину короче и в ширину сколько по периметру 5 километров ну типа штук 5 ангаров 6 нет около 40 мест хранения 5 километров грубо говоря 2 на 2 но там типа полтора на полтора и там по километру типа так открытое хранение было там да еще лежала открытом хранение 115 115 сколько там было тон всего этого ориентировочно 700 тонн или 1000 что 700 тысяч тонн сколько вот списывается быка ненужного просрочена она не списывается она переводится в третью категорию тогда расскажи первая категория тоже мне это реально тупо первая категория это готовы к боевом применении боеприпас типа взял и можно вылечить на вторая категория 2 это ограниченное годное это сколько первое полежала но 1 там смотрю какой боеприпас там от зависимости от сроков хранения но берем например минус 120 120 если осколочно-фугасная по моему 25 лет срок 1 1 категория лежит потом она становится второй категории потом 2 это шоссе минут становится не так но их можно будет использовать как для ремонта что других нет этих же мин например там возрывчатого вещества заменить а третья категория 3 категория это негодное боевом применение это на утилизацию либо на на разборку а их разбирают еще да ну раньше разбирали сейчас я не знаю до 700 тысяч тонн это до хрена или это считается не немного на этом мало ну да кашу лишь обычный склад но для по меркам склада до обычный арсенал это сколько арсенал это 1 5 на больше если не больше у так это нормальный арсенал и наши подпали ли первого разряда графский до центрального подчинения практическое применение то есть для ну для всего министерства это наверно для того что сейчас происходит для войны потеря такого склада это больно не больно но если по меркам всей россии то это не больно ну я же это сам сразу и сказал потому что таких вот сильно ощутимо так что арсеналов нас очень много понятно но при этом это если в классической истории когда нету войны сейчас когда у вас есть дефицит короче с разными историями для двадцать четвертого года минус два таких арсенала это ощутимо но не больно ощутимо но не больно а ведь просто арсенал он там еще занимается не только хранением он еще и ремонтом занимается но это понимаю после тех видео которое мы все видели я не знаю когда выйдет этот ролик грубо говоря чтобы вы понимали по по таймингу но они типа взрывались там вчера позавчера просто ролик может выйти там через неделю через две по телевизору смотрели там фейерверки такие хорошие хорошие были что там взрывалась на первом что так взрываются с такими фейерверками это скорее всего пиротехния просто типа шашки динамиды пластиды нет пиротехнические средства это какие но это сигнальная а грибок там был грибок это пороховые заряды порох таки в первом и во втором были грибки возможно может другое видео просто может сколько на арсенале работает людей солдат ну солдаты они сейчас используют ну таки важники делают на арсенала гражданские этим занимается гражданские хорошо вот она прилетела в 4 утра там получается кто только караул был караул на охране до было все но но я думаю что с учетом размера склада до народа но человек 50 по-любому был больше я думаю охраны да так она на периметре караульное помещение находится меньше но если ты говоришь что твой грубо говоря был полтора на периметре не на самом не на складе понятное дело что никого нету на периметре ну там постов может быть 8 8 человек на периметре остальные в караульное помещение короче по кругу человек 30 было моли за двухсотиц наверное на вряд ли типа там есть куда спрятаться на оборудованы бомбоубежище нет там просто окопы для стрельбы стоя в окопах типа можно до угрыз дослужился ты до специальности до должности заместитель командира части похоронения похоронения это все там же было даст на втором складе уже сколько ты на первом правил лет 10 не потом тебя перевели на 2 но тогда капитана ты добежал за четыре года до без задержек на потому чтобы а потом потом у нас в части только две майорских должности они как бы были заняты и часть это называлось склад боеприпас не 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 ты про капитанов говорил о кладбище капитанов но это между собой мы так называем понятное дело что официальное название у него было другое с оптимистом капитанов был около 80 человек 80 капитаны 8 10 а 8 10 а солдат сколько всего но больше нет меньше вот взвод офицеров больше чем солдат нет 8 10 капитанов командир плюс еще младшие офицеры ваших офицеров там человек 5 короче где-то поровну на одного офицера полтора солдата полтора солдата и вы туда все ехали вы и ты туда ехал ты знал что это будет кладбище капитанов нет это ты уже приехал тебя сразу сказали да еще те говорят о приехал бодрый лейтенант на перевезлись оттуда наверное не вариант не на перевел уже в конце концов ну долго же решал себе перевод но долго да что вы там делаете на складе вот ежедневная работа где-то там на дальнем востоке короче занимаемся в основном противопожарными мероприятиями а реально по факту и то есть я прекрасно понимаю что есть инструкции ты как военный должен там занят быть с девяти утра и до победы короче и вообще без перекуров а по факту я так понимаю склад этот стоит солдатики ходят в караулы есть какой-то старший офицер вы там по очереди менялись наверное были старшими караулов этих нет мы просто по части дежурных по части дежурных что вы реально делали ну по факту железнодорожные транспорты отправляли принимали а то есть она постоянно что-то приезжая увязывали боеприпасы принимали также боеприпасы провели проход проводили там регламентные работы какие например ну например отбор образцов на вх и вх и физика химические испытания вы реально это делали да сколько часов день ты реально был занят ну реально ну как бы я в душе думаю что час-два нет больше больше у меня как бы постоянно работа была бумаги 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 да проверки акты нет в основном перелопачивание вот этих всех партий сборки найти нужную партию сборки оттуда сделать выборку дать начальнику отдела чтобы он занимался дальше вопросом там например от одной партии боеприпасов надо выкрутить на физик химическое испытание 10 костяных втулок вот я нахожу эту партию по карточкам говорим такое-то хранилище надо от этой партии выкрутить такую партию капсульных втулок количество по расскажи какой-нибудь интересный случай ну типа может чп какой-то давай один интересный случай типа чп на первом складе и типа нам не чипа юморной так скажем чп у нас таких-то не было а то бы уже и склада не было логично но типа хорошо украли там снаряд вот украли было я понимаю что было это же русский мир что воровали гранаты кому не солдатики решили обогатиться гранатом на тысячи штук миллионами и что не в карманах выносили да и много украли пару ящиков вынесли то до нашли нашли но не все чтобы вас скандал чп разборки до посадили сколько штук посадили двоих русских на давно это был ну понятно давно да хорошо а юморной в этом прикольных ну прикольных таких тоже не у нас не было в тебе потом покурил не в том месте в пола там целый склад целое помещение не ну конечно такое-то было там когда транспорта отправляли солдатик какой-то нашел дымно ружейный порох пучок решил зажечь его потом без бровей без усов без ничего остался репиляция до быстро понятно перевелся ты сколько ты получается переходил в первой части около восьми лет и переходил до переходил именно и перевелся ты кудой я на другой склад тоже в приморском крае такой же склад типа недалеко там на юге да тоже такой же здоровый но небольшой такой же этом там уже была должность да там была должность заместитель командира хранения этом ты майором так на этой должности и уволился оттуда и проходил ты майором сколько лет лет 8 6 а шона там столько складов вышел с китаем готовились воевать надо ждать сколько вообще таких складов сколько я точно не знаю ну как ты думаешь я думаю что много короче моя программа работает я плачу деньги за информацию которая позволяет от них приветствую всех моя программа продолжает успешно работать практически год прошел от момента ее запуска интересует информация с линии боевого столкновения от рядовых сержантов офицеров связистов старших офицеров от офицеров штабов плачу быстро оперативно после проверки информации также очень сильно сейчас нужны офицеры которые служат в пво-про и в принципе вкс летчики испытатели инструктора инженеры сотрудники различных аэродромов военных аэродромов пишите пообщаемся хочу напомнить что у нас на законодательном уровне работает программа по которой вы можете заработать до двух миллионов долларов сша наличкой или в любом удобном для вас виде по традиции ватсап в приоритете телеграм и для староверов электронная почта если вы работаете на подобном складе вы можете стать миллионером напишите мне сделаем бадабум и миллионов пять рублей я заплачу нормально как думаешь работает моя программа но если говорить это я думаю работает даже не будет просто так же не будете а почему русские за деньги готовы сделать все я думаю что потому что зарплата у всех маленькая не пишет много короче процент 50 процентов пишет на патриотических основах с формулировкой сумасшедший дед сошел с ума у нас это все 50 процентов пишет потому что у них долги и проблемы кредиты и ипотеки короче всем на это что же можно по-другому как-то быть можно убить себя получить семя получится миллиона 12 12 миллионов всем ну ну короче по итогу перевелся туда стал замначальником части и там короче таки это а там были какие-то случаи курьезные не курьезны нет нет так а все равно ты что-то отслужил много 25 лет почему так много до конца потому что выслужил эту пенсию полностью него и ушел на военную пенсию до по штатным мероприятиям жена дети жена дети там поженился там сколько дядям лет 18 и 15 18 мальчик надеюсь девочка по 15 тоже девочек но войну не пойду нет конечно а был бы мальчик пошел я думаю что нет чего ты же пошел я на это учился тем же на работают домохозяйка всю дорогу сейчас до а до этого в части работал в той же в которой ты служила она кем работал но сначала бухгалтер по кассовым операциям вот а в другой части уже начальник отряда в охар начальник отряда военной охраны больше денег платили чем на швина она не начинана кассир кассир больше платили начальника а она шарит научилась а это то что ты говорил что военные склады охраняют гражданские очень и военные охране проще срочников загнать и все такой штат бабки зарабатывают не знаю ну ты же согласен что в охравцам платить дороже чем солдатам дороже да а в чем прикол такой вот это я уже не знаю а если подумай ну скорее всего солдатам просто доверия нет чего это нет доверия потому что очень много случаев когда солдаты охраняют склады воровства именно когда они охраняют и сама же состав караула крадет а эти не крадут нет почему нет но при мне не было случаев а когда солдаты были у нас рядом дивизия стояла да они к вам заступали нет не к нам они у себя на складах воровали да прекрасно хорошо окей когда ты дембельнулся уже полностью пятнадцатом году пятнадцатом а насколько у тебя военная пенсия 47 нормально любить и тебе это было где-то 42 45 до 45 чем-то и заниматься начал устроился на работу на гражданке игру но сейчас последнее место работает помощник главного инженера на распределительном центре вкус вилл вкус и у вас недавно взломках недавно года два назад взломали ваш сайт я не знаю взломали там да если у кого есть поделиться информация баска какой-то тоже напишите договоримся но я в теме короче то есть я понимаю втюхать и не получится сайт ваш был взломан совсем ну точнее сайтом сервер со всеми данными о клиентах короче со все это все было в интернетах этих вкус вилл хорошо и сколько у тебя там зарплата была 45 ну типа те 45 до эти 45 90 нормально а жена чем занималась когда дома дома и вы там же все время и были в приморье или вы это тоже петербурге это ты квартиру получил в питере да а как это так по-модному но сказали выбираю любой город который есть в списке и там был питер до москва была была москва дорого не захотел не просто не нравится вот это уже когда на пенсию уходил до и какую дали квартиру трехкомнатная в доме нормальный и вы там все бросили и там все бросили туда переехали да да была обрезка мне там звонили хорошо 2022 год 24 февраля как ты читал новости что-то для себя делал выводы как в доску военной как доску военная думаю что меня не мобилизует не еще не было мобилизации еще только начало сло вот так слухи то были уже в это время что ты вообще думал когда начали носил меня как бы политику не лес и своих было хватах хлопот пришел сентябрь месяц что происходит началась мобилизация дальше думал что меня не не мобилизует и пришла повестка до пришла повестка пошел военкомат а чё ты не хотел на войну как бы здоровья нету нашу со здоровьем эти работа была не пыль но у меня гипертония третьей степени гипертония третьей степени приходишь военкомат говоришь я в мою тебя что говорят но мне сказали явиться на следующий день с вещами туда же военкомат уже сразу с вещами да и что ты пришел на следующий день пришел погрузили нас в автобус и на пплс отправили что жена говорим ничего такого типа надо надо есть да нет я так думаю что нет что ты знал к тому моменту что происходит ничего те сказали едешь на войну и ты даже не погулял не разобрался что происходит что она не почему у меня просто вусовка я думаю что попаду по высотке по своей капает там далеко от линии фронта ты так думал да а получилось получилось попал сначала начальником сначала командиром роты комендантской типа военная полиция что-то в этом роде ну как-то типа с замначальника части на командира роты да потом меня назначили начальником службы равполка у ну так это что я тема как раз почти какого полка это стрелкового терроробороны поесть у него номер какой-то 1428 там много пленных с вашего полка ну я думаю что добыли ну да когда тебя назвали начали назначили когда это уже было это когда у нас была подготовка непосредственно это где было ну да в санкт-петербурге было населенный пункт горелого это еще типа октябрь месяц нет ноября ноября октябрь конечно она типа ты не должен воевать нормально можно выдохнуть ну да дальше чтобы дальше нас погрузили железнодорожный состав и мы отправились на территории украины куда старая скопом станция пусть будет вот когда вы приехали мы приехали в начале ноября вот потом нас отправили погрузили в камазы и перевезли уже в район сватого в камазы прямо у тебя ну ты начальник рафф расшифруй народу что такое рафф потом ракетно-артиллерийское вооружение да ну типа склад ну вот он типа начальник склада не начали склады это не я ну меньше чем склада нет это ответ человек который ответственная за вооружение его исправность и комплектность полку а за склад рафф на склад рафф отвечает начальник склада рафф а ты типа зам по вооружению нет я вхожу непосредственно начальник зампо вооружения кто он по званию был под полку ну все равно нормально у тебя должность и не должен сидеть в окопе воевать приехали вы до надо ускоряться короче приехали вы куда по итогу по итогу мы приехали под сватого под сватого надо ноябрь месяц что вы там делали тренировались окопы копали сколько выдвигались переживали ты тоже бегал стрел нет я обеспечивает процесс сколько вы там ничего не делали до лета двадцать третьего года понял в летом двадцать третьего года что произошло нас нам пришел новый штат нашего полка на переформировались и нас отправили луганскую область по новому штату таким был тоже начальник службы рафф зарплатовать а где-то 280 было не 230 а чё так мало так платили на свой вот эти вот старшие офицера необычного 250 и вверх 230 лейтенанты получали по 240 капитаны по 240 значит так я бухгалтерию нас было ну я рассказываю то что мне рассказывают другие чё же сказал 280 потому что обычно на таких должностях там 260 270 до 300 доходит я же не то что придумал хочу там кого-то оскорбить или обидеть ну ну что дальше происходило дальше нас уже в луганской области войны еще не было вашем подразделении до началась война в нашем подразделении батальоны отправили на выполнять задачи боевые нам их обеспечили боеприпасами пошли 200 300 пошли потерять техники вооружений у тебя началась работа до этого ты типа ну шарился наряду нет почему типа выдать там пять цинков на стрельбу не такая да было не такое большое лишь сильное движение а там уже понеслось все бесконечно бы автоматов пистолетов на чего вас офицером не дают пистолеты нас полку давали это крайняя редкость вообще от слова совсем и кстати некоторым даже от ранений спасли и я понимаю взводником у вас вообще никому не дают пистолеты нас прапорщики с пистолетами но короче значит уникальный пол 1428 потому что ты сам можешь поговорить в плену с другими офицерами я думаю половина там скажет у меня пистолета не было да я слышал как такое может быть боялись то что потеряет скорее всего ну саму не смешно не я понимаю что это правда короче но был короче у меня на интервью капитан который говорит у меня пистолета не было я говорю как это не было говорит не было пистолета ни разу говорят что не получил он говорит я ходил 50 раз мне 50 раз его не дали сказали нету на складе возможно и на ухлоре не было ну потому что у нас военные ходят и в принципе наличие пистолета ну погоны никто не носит но у нас не носят у нас не носят погоны но наличие пистолета говорит о том же офицер как бы я так по крайней мере определяю но у вас у всех пм да вот у нас поэма были и рыгина нам не дали хорошо ладно война 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 да когда была война но у меня было до августа месяца до конца августа шо стульта случилось ты за трех сотился по сердцу я суть из-за чего все люди знают из-за чего был инсульт скорее всего из-за того что жили в подвале как это свете но там дышать нечем было вентиляции никакой не было генератор все время до пятиэтажка да да сколько там людей было и в каком населенном пункте так это было под бахмутом долбили много пятиэтажек этих короче они вот это залезут в пятиэтажки в подвалы и туда ничего не не долетает по вам прилеты были по пятиэтажки редко редко ну а типа что-то серьезно хаммерс там нет слабохарактерные случился у тебя этот тебя эвакуировали да ты потерял сознание или как или нет на ногах держался просто упал упал тебя вывезли сколько тебя лечили до апреля этого года в больнице лежал в госпитале нет я в больнице как бы до октября лежал вот а потом находился на реабилитационном отпуске дом да да сначала в санатории потом дома зарплату платили полную 230 миллионер перед нами куда бабки него но надеюсь на высоту то хоть скину 10 тысяч шуму вас быстрее 10 тысяч это все лишь 100 долларов ты даже и пишешь тоже выгнает доллар это все переводить но почему не ты доллары когда держал в руках последний раз давно ну что меня не нужны ну понятно ну когда девяностых наверно а евро нервы вообще не держал не надо с собой нету я просто по заграницам не езжу 20 долларов есть что у нас магазина принимать свободная страна вот садочка есть могу сотню новую показать верил новую сотню это не покажу спрятана на заначку короче но всякий случай случай бывают разные ну так ты нормально про чилился до апреля месяца 24 правильно вообще в шоколаде короче 230 капает и я шагаю по питеру как там песенка это что пошло не так чуть они списали после получил выплату какую ну типа как трехсот это не страховой случай храма в ногу стрелять хоть чу-то 3 мульта члена вредительства ну член вредить не надо наверное хотя кто его знает но но чуть они списали комиссия ввк признала категорию вы ограничено голе то что моя болезнь не входит в перечень болезни по которым не служит не входит да то есть можно служить дальше ну да с определенными ограничениями с его это определенное ограничение участвовать я думаю что да их куда ты поехал в апреле на распределительный центр а тебя с той должности уже списали да ну потому что ты уже сколько полгода был да уже должен была занята и меня распределили другой полк кем командиром взвода штурмов в вот это поворот зэками до что такого сделал ничего так не бывает на храм скорее всего попала не в то место не в то время нет чувак майор так не бывает ну реально надо дырку просто заткнуть и все не дырку заткнуть можно взять одного из этого шторм в сказать ему сегодня ты уже приказом оленевода шайгу младший лейтенант а их тоже вместе со мной привезли в этот же день только товарища майора то бишь тебя надо поставить как минимум там командиром роты и по минималочке ротный был там потолковый кто он был старший лейтенант логично как это я мог такое подумать чтобы старший лейтенант не рулил бы майором у которого уже 26 календарей 27 из них полтора года на войне ну как тут такой все война майор давай разбираться что ты такого сделал потому что знаешь сколько я уже поговорил может сейчас и истину найдем где-то ничего не бывает так ну как не бывает не бывает не было замечено и не был не бывает так потом если ты был с гражданки и какой-то проблемный или там языка вопросов нет если бы у тебя были там бывший зэк или прямо с пошел с тюрьмы как в штрафбат но майора с такой центральный военный округ да не питер как он называется ленинградский ленинградский военный округ майор с 26 календарями после зама начальника части потом зам начальник рав полка ставят командиром взвода да как ты себе это объяснял я сейчас это короче хочу записать отдельно потому что у есть рубрика у меня есть соцсети короче надя заставляет меня их как ты себе отвечал на вопрос что происходит на или тебе понравилось ну все равно ты же как-то должен был это объяснять для себя я объяснил то что связи с нехваткой кадров поставили временно пока что тебе старлей говорю а мы с ним общались буквально полчаса и все а у тебя потом был один бой и все два базы было и все два дня подряд и плен да что тебе старлей к старлей кадровый был кадром с ним как беседа прошла нормально что он говорил тебе то чтобы не лез старый пень никуда так и сказал что-то в этом роде старый логично он даже не можешь бежать прыгать уже нет на что-то домов в те-то года вставил нет я про апрель месяца это нет конечно старлей ничего не комментировал нет а вторым взводом кто командовал капитан тоже со мной вместе на распределение попал и старший лейтенант третьем взводу да я так понимаю вы приехали грубо говоря в понедельник в этот же день подвезли короче зэков нам его одних машинах ехали а ты с погонами был было видно что ты майор до заки как на это реагировали да никак типа короче но не тоже наверно подворились когда вы узнали что ими будет рулить майор они там по-своему на своем мурчали короче правильно я понимаю вы приехали сколько от момента приезда до момента плена у тебя прошло два дня их командира роты старлеет и видел один раз два раза но два раза где-то на первый раз сколько вы с ним поговорили минут но 30 мы все так поговорили и другие командиры были на еще все были какие-то варианты шумы вообще типа делаете нет а капитан кто был танкист 59 полка логично шуму ну тоже командир взвода да там наверно в полку был командиром роты ну взводный ну хотя бы у него танчики были да а старлей откуда связи старлей нет лючек не штурмовик а подводник надеюсь хоть вот еще понимаешь что я я рус этой ситуации шоягу герасимов где короче командиры взводов что вы мучаете майора какого задания был постепенно точки занимать сколько у тебя было солдат дают зэков солдаты извините я еще не успел познакомиться со всеми быстро закончились нет но сколько штук но взвод обычно 30 человек ну 30 было я так понимаю понятие командир отделения там не было чем был бы кто был командирами отделение вот это ты не в курсе на тактика толпа по голова моего вы со мной да вы мои так было но по списку ты прочитал пошлите сюда в эту сторону какое первое ну по точкам пошли в первый день сколько пошло сколько не пришло сколько не пришло я не знаю мы пошли все всем взводом 30 человек бронетехника было нет реально толпую так у 30 человек и пожарной на решение толпой люди потом по 5 человек когда по 7 человек по 5 джеки умели воевать но у них какие-то уже навыки были у них там как бы учили их в первый день задание выполнили и родин да сколько двухсотых трехсотых двухсотых человек наверно 10 было хорошо трехсотых я думаю не меньше тоже человек 10 до закрепились мы на какой-то точке сколько это расстояние вы прошли сколько вы взяли и ценой 20 человек 10 ну трехсотых ладно 10 метров наверно 100 я короче сегодня читал статью сам шоке короче но читал типа там сравнивали вторую мировую тире великую отечественную войну с текущим с текущей войны методы атаки методы использования живой силы короче так вот знаешь что там было написано что сейчас потери русской армии в живой силе на вот там типа километры люди ну понимаешь короче метры люди и техники в четыре раза больше чем во время той войны сейчас же другая совсем война ну короче понял о чем я говорю там небольшая статья была ну там типа сравнивались короче из серии чтобы пройти километр во вторую мировую войну тратилось столько-то людей сейчас чтобы пройти километр тратится в четыре раза больше людей это правда или нет насчет того что правда или нет я не знаю статью не читал согласен поэтому и майор как ты считаешь 100 метров все же бегали в школе все понимают расстояние 60 метров и 100 метров 100 метров стоит 10 человек нет конечно безусловно нет ну даже если там было пять трехсотых они уже тоже как минимум не бегут дальше на на второй день вы потом оттянулись но мы да вы как штурмовики прошли а там запись а потом зашли зашли за крепы пехота вы оттянулись вечером у тебя разговор был с командиром роты нет на следующий день был на следующий тоже не говорил два раза с ним был на следующий раз на следующий день мы тоже опять заходили с утра пораньше на базе а командир роты был где мади роты в своем блин даже но не в небе он не штурмовал но был на кп ротман руководил я понял ты говорил что ты с ним развалил всего два раза ну да пару раз только разговаривал как тебе ощущение после первого ты в первый день тоже побежал ну пошел до со всеми там все взрывается стреляет но потом отошли что ты вечером с остатками говорили они в другом или даже были то типа в офицерском шоу между собой разговаривали ничего мы сразу спать вывелись вот три ночи реально вообще не спали где бы в три ночи побежали в три ночи вернулись да и до этого тоже там маша броски как наш броски и есть с одной точки поняли начну второй день начинается что происходит у 2 то же самое посадили нас на технику и повезли высадили километров за 10 10 километров по лесу сколько вас человек на второй день осталось ну а зона человек 20 чуть поменьше может на ну то есть по сути были только 200 и за первый день но и там легко раненая лихора переметали и готов пошли вы дальше шо ну дальше из трех точек мы заняли только две и решили переночевать в лесополосе сколько человек осталось после занятия двух точек вот это я не знаю ну по твоим ощущениям пониманием но если было 20 человек 15 точно живых осталось да а эти помирали таким валялись там дальше вы бежали вперед не но если 300 то оказывали помощь но если 200 из 200 и дальше ну что было дальше ночуете вы ночуете вот ночь у нас веселая выдалась летали баба йоги на дрона ли нам спать не давали как бы у нас потому что наши блин даже и там не было занимали на ночь те которые были вот а там соответственно все разбитые были а ночные коптеры они с тепловизионным видением были ну понятно что вы были видны всегда и короче нас кошмарили кошмарили всю ночь за раз сколько двухсотых получилось 300 не знаю я сам за трех сотился а куда прилетела блиндаж хорошо что дальше было дальше с утра я решил на эвакуацию выйти но и пошел не в ту сторону ну а куда у тебя ранение было две ноги и живот осколки типа осколки сейчас вроде нормально но ноги только мягкие ткани и живот в ребро перево ну скорее всего да был а где твои все были в это время по блиндажам все все правда свободные забыли не сколько их там было нужно даже или ну людей твоих в блиндажах на это я не знаю там командир отделение было всех ты кому-то сказал что-то его боюсь до командир отделения а как ты мог пойти не в ту сторону тишу карты не было нет планшет телефон вы же на точке бежали я с телефона не ходил со своим со мной был командир отделения старшей группы но него был телефон а чё ты свой телефон не был но у меня как бы там переписка со старого полка было пошел ты не в ту сторону и дальше дошел до украинских окопов это меня взяли в плен ты сам идешь тут тебе что-то кричат да черте они стреляли вот это я не знаю ты с автоматом нет блин даже завалила наши фигели наверно когда узнали что мою да я сам офигел когда увидел что не туда пришел кто тебя в плен за 3 3 штурмолайда это кто такие а на букву азов не азов нет а кто мне кажется не азов там был и что они тебя говорят о майор ничего себе мы поймали а у тебя погон был зачем он погонами новыми у меня фальш погоны то звездочку почти не видно я по зачем вам погоны показать шоу не рядовой короче но у нас никто не ходит с погонами вообще никто капитан тоже был с капитанскими погонами да а старлей тоже а командир роты тоже зачем форма я хочу вы старым шагом не идете как там в первую мировую зачем ну ты же понимаешь что фу блин почему вторую мировую не носили погоны ну кташ погоны только 43 году придумали да почему не носили осили нет там где война не носили снайпера не снайпера да в основном ну как бы как ты думаешь сидит снайпер но сейчас на такие близкие расстояние снайпер не подходит во первых чтобы увидеть звездочки на погонах да они работают дальше ну только же оптика поменялась оптика сейчас и оптика тогда она в принципе сейчас он iphone с линзой вот такой вот x5 если там у чувака вот такая фигня какая-нибудь то зум там нормальный ты наверное реально первый майор короче который вообще первый офицер который говорил шум со звездочками бродил у нас все со звездочками ходили ты первый говоришь буду интересоваться может я просто киво все типа наоборот ну я понимаю что да лучше без них ходить как бы так пробуем да давай вот там даже не доставлено это сообщение возможно сейчас будет обрезка или не обрезка но тут даже сообщение не доставлено скорее всего это не тот номер телефона кто его узнал напишите мне или наде его номер телефона чтобы он смог связаться в него жены она посмотрит интервью сто процентов ей скинут миллион процентов я думаю что эффекта не будет напишите найдешь чтобы он мог связаться потому что есть большая доля вероятности что там не знаю даже что ты в плену кто-то знает что ты плену навряд ли тебе третья штурмовая давала звонить нет а чё не предлагали ты спрашивал нет проблема вас русских это то что вы молчите ну реально я не понимаю их они как бы 50 процентов пленных позвонила с мест ну а тех пацанов которые взяли в плен сказали что живу да короче по итогу я пробовал по всяким там ботом не ботом найти телефон у меня это не получилось у него был инсульт он не помнит пробовали разные варианты критик знает что это все было поэтому напишите номер телефона и когда мне сообщит надя он свяжется со своими хотя бы начнется этот процесс что а своим ты сказал своим ты сказал что ты эвакуируешься они знали они поняли что ты пошел не туда или они тоже скорее всего нет не поняли короче есть реально и ваших птичек не было и тебя скорее всего никто не видел что ты дожил не туда я все сказал вопрос тоже что такое с воина на его начал царь со своего это специально военная операция 5 пятерочка короче красавчик что такое bbc телекомпания как расшифровывается походу выступаешь по аббревиатуру я английский не владею немецкий это со словарем я не про это спросил и ты понял что если ты думал что я не знаю как расшифровывается ту ну как я понял что на украине в украине просто зародились фашистские эти националисты а и сло началось из-за того как я понял то что провелся проводились референдуме и некоторые территории хотели выйти из состава украины присоединиться к российской федерации вот украина как бы им выхода не давала вот поэтому решили сделать это по-другому давайте по-другому чтобы конструктивно говорить мы должны разобраться в терминологии ранее тобой озвученного правильно что такое фашистские националисты но это которые за частоту нации остальные все народы порабощает и унитает я надеюсь ты прикол только что потянул давай упрости еще проще мы должны на одной волне быть уже в конструктиву что такое фашизм ну потом мы дойдем до национализма потом мы их скрестим у нас будет фашистские националисты ну типа можем и до букв дойдем там слога корень корень слог буква что такое фашизм комон и в рыбаде наук короче илон маск на поле цельный майор 26 календарей верхнее военное учреждение верхнее да мне еще контузило чуть-чуть ты же понимаешь сколько раз я всем кто говорить меня контузило короче что я им отвечаю этот момент покурить же ты не забыл как курица как пьется правильно давай на контузии вот этот детский сайт не включать ну как ты понимаешь слову фашизм ты думаешь или поломался угнетение других наций одной нации а нацизм то же самое гуглу верим да ну так чтобы мы были на одной типа правильно фашизм это форма открытой диктатуры с опорой на расизм и шовинизм направленная на искоренение демократии на установление режима жесткой реакции и на под жесткой реакции и на подготовку агрессивных войн как-то вообще не то что ты хотел сказать ну согласен общение гулин нацизм давай украинский плен он полезный для всего и для мозгов нацизм это что такое нацизм простыми словами нацизм сокращенно от национал социализм немецкая также гитлеризм немецкая тоталитарная экстремистская ультраправая российская и антисемистская идеология в движении девятнадцатых сорок пятых годов годах форма фашизма крайняя форма политического этнического национализма в рамках фелькиш форма же фашизма так правильно так а фашизм это же другая история мы же прочитали ну получается ты говоришь фигню ну мышь как эти незнайки ты сказал что мы тут фашиста националисты не как незнайки стало интересно что это значит национализм что такое только что же смотри нет мы смотрели нацизм ты же надеюсь понимаешь что есть разница между нацизмом и национализмом какая ну нацизмы прочитали это все короче это там мерить вот это вот все короче национализм что на это почти то же самое только за чистоту нации говорится нация и национализм это плохо конечно ты не хотел бы быть националистом нет в тюрьму его ты же гонишь короче думаю сейчас будем заканчивать национализм кратко национализм выступает за создание и поддержание единой национальной идентичности основанной на общих социальных характеристиках таких как культура язык религер политика вера и общую историю национализм содействует национальному единству и солидарности зачем ты себе только что на десятку на базаре националистом быть хорошо ты понял что я прочитал да тут есть что-то плохое принципе нет еще раз давай может другой какой-то что считается национализмом национализм это идея национального превосходства который превозносит одну нацию на другими над всеми другими согласно ей преданность индивиду национальному государству превосходит интересы всех других индивидуум других наций ну это уже не очень хорошо почему не очень хорошо а почему одна нация должна быть выше другой смотри я националист я за украину за все украинское и за то чтобы мы были едины не на понятно значит все остальные меня вообще не трогать свою национальность да для меня украинцы гораздо важнее чем русские но это понятно я говорю выше ставите то есть у вас кровь голубая или что ты сейчас путаешь с другими историями с теми что мы читали до этого националист это хорошо почему я сразу до того как начал это читать сказал что в тюрьму тебя русский националист это кто что значит быть националистом националисты считают что каждая страна должна управлять собой без вмешательства извне самоопределение что нация является естественной идеальной основой для государственного устроя и что народ является единственным законным источником власти это правильно так националист это плохо хорошо а нацизм плохо а фашизм еще хуже поэтому когда ты использовал терминологию сложную я скажу честно я такое впервые слышал я как специалист по всей этой ереси короче которую вы русские рассказываете термина фашистский национализм он не может быть но нельзя эти два слова вместе ставить я не знаю напишите этом филологи до занимаются этой фигни наверное бы я этишник короче я по этим историям там у нас нет такого ну хорошо мы националисты но нет у нас фашистов ты видел хоть одного нациста видел хоть одну а националист кого умный да это плохо нет ну это плохо что я гражданин украины за украину целую единую за украинский народ за символику за флаг за им я против того чтобы были русские вы можете существовать себе где хотите живите себе где хотите там вот за нашей границей живите себе и не лезьте к нам мы тут сами разберемся я патриот да у нас есть куча проблем у нас есть коррупция у нас есть это все но мы сами разберемся с этим это первая часть твоего твои истории но то которые ты озвучил ты про крым типа на 2014 год это имел ввиду ну крым и сейчас тоже луганщина и днр да давай сейчас мой миф про референдум и хочешь поломаете моего за одну минуту пожалуйста ну тебе интересно или нет ну да ты можешь сказать что он долбать сумасшедший дед который просто потерял здравый смысл разум начал самую кровавую войну за последних там 70 лет что он по своей сути конченый пил может озвучить слух думаю что нет почему не я понимаю что нет я явно это есть причина я на самом деле надеялся сказать чтобы он сказал нет потому что он бы сейчас сказал да я тогда всю свою эту конструкцию надо было бы срочно перепиливать да ты не можешь этого сказать по причине того что тебя посадят в тюрьму мы понимаем у тебя же свободная сторона гласность знаешь этот термин есть это гласность ну в какой-то степени есть сказал майор будучи короче командиром взвода зеков так вот смотри ты сказал я знал ответ но потому что вы все русские боитесь это сказать мне по ну как бы в принципе я называю вещи своими именами я думаю ты в душе полностью меня поддерживаешь и согласен но естественно для своей безопасности ты этого сказать не может так вот если я пойду сейчас попрошу у каких-нибудь охранников тут автоматы приставлю к тебе к голове и скажу говори что путин это ты скажешь но по таким воздействием до прикинь возвращаемся к референдуму как ты думаешь голосовать по думе автоматом автоматов как будут также ну будут ровно так как скажут те кто держит эти автоматы тебе показать эти фоточки как голосовала там называется он и не помню как парламент крыма это сейчас было это в четырнадцатом году было как они голосовали по думе автоматов показать эти чудесные фоточки как из дому всех депутатиков привезли местных завели в зал и они проголосовали майор как думаешь так они проголосовали точно так же как ты бы сказал вот все что я говорил согласен да почему потому что все хотят жить да именно так потому что жизнь тебе дали один раз если так себе тут если ты же этого не знал да что так было голосование нет а почему ты не знал а я но у нас по телевизору она показывала конечно вам показывают что вы освободите ли и ну фоточки что не врут как сидят чуваки с автоматиками в зале в коридорах как привозят депутатов типа под охраной но мы же понимаем что такое типа под охраной то есть вчера они ходили без охраной сегодня им срочно понадобилась охрана людей в зеленой форме помнишь термин зеленые человечки помнишь мы помнишь это про референдум и воли изъявления так можно говорить воли изъявления можно а кто такой стрелков стрелков на он же гиркин не знаю не знаю рассказать военную тайну зачем кстати майор у тебя есть военные тайны дай хоть одну до 1000 интервью провел никто военную тайну у тебя по-любому есть сто процентов моя программа работает я плачу деньги за секретные документы совершенно секретные документы хочешь нам почитать нет чего ты не интересно потому что спросят потом нет а я дам тебе почитать по любому да прикольно программа работает не столько информации льется брки ваших и все ну короче причем задешево напишите так вот прошло мы говорили гиркин он же стрелков это полковник фсб который в четырнадцатом году зашел куда милиции убрал о правильно шариш славянск он зашел и оттуда началась ваша вот это вот типа как она называется там от нее рыгать охота русская весна вы же хотели там хэнер сделать харьковскую народную республику днр лнр одесса герсон вот это все хотели сделать пока получили кроме вот двух вот этих вот областей там спорная ситуация но я могу тебе включить видео как заходили твои колонны русские в четырнадцатом году как вначале твой царь хочешь включу тебе хронологию его выступлений где он говорит это как он там говорит это шахтеры встали короче на борьбу с хунтой а потом ему короче когда навалили фактов там уже спустя полгода года он говорит но с фактами такими типа так вот смотрите заезжают как камазы уралы аппаратные такие которых не было у нас на вооружении заезжает техника который не было у нас на вооружении говорит так и я никогда не скрывал что мы помогали ополченцам короче как были российские солдаты или нет это были местные силы самообороны за спиной на сил самообороны крыма конечно встали наши военнослужащие они действовали очень корректно но как я уже сказал решительно и профессионально это это факт мы никогда его не скрывали наши вооруженные силы прямо скажем блокировали вооруженные силы украины расквартированы в крыму ну как-то получилось что он потому что ополченец тирея шахтер мог в воентурге купить себе танк 72 там какой-нибудь модификации которые у нас не было мою по итогу получили в четырнадцатом году откатились ты же четырнадцатом году патрончики отгружал скорее всего куда-то сюда я часть расформировал расформировал часть в четырнадцатом году получили потом собрались силами потом пятое управление фсб приносило папочки знаешь кто это такие ничего с ними скоро будешь разговаривать приносили папочки вот этому царю где читали что украина готова агентура сообщает что мы готовы киев за три дня еще майор если ты открывал этот интернет и посмотрел бы наше интервью которое мы записывали с росгвардии которая получила в киеве 2 но там в апреле двадцать второго года и чувак сидит вот такой вот как ты майор вот он лежал на носилках прикольное интервью в начале канала знаешь он рассказывает мы ехали короче с парадной формы с белыми рубашками со щитами это я ну это все есть это есть и фото и видео и живые росгвардейцы которые должны были проводить парад на крещатике и росгвардия должна была обеспечивать порядок но только получили это любимая фраза там одного командира с парадкой ехали тут в плену есть чувак который заходил двадцать четвертого числа ты знаешь он тут есть пообщайся с ним поинтересуйся он тебе расскажет как было там киев за три дня и два с половиной года курская народная республика курская народная республика но в курскую область мы зашли хорошо нашли хорошо зашли хорошо согласен дело ударение запятой имели мы право убивать срочников там фсбшников этих погранцов на войне как на войне красавчик сразу видно как то так я что-то получается тут навалил целую лекцию так вот в твоей фразе возвращаемся к ней которая была 30 минут назад ее полностью всю развалил с фактами аргументами все это есть фото видео короче всего фашизма ты не увидел не увидел референдумы шо ты понимаешь какие они были такие как у вас любят ты за путина голосовал нет из прикола хочешь из тосты моя личная статистика этот вопрос задаю тупо всем и ставая на пленных но типа три-четыре только голосовала за путин все голосовали за зюганова или за жириновского но большинство не ходили ну понятно ну короче никто за нее не голосовал но он царь что там еще про слово надо поговорить цель глобально на русском языке без этих шовинистских слов которых ты не знаешь вроде все вроде все да я тебе обещал обещание надо сдерживать стали наговорил правильно а ладно не очкуй ты так я так 100 раздел давай как это у нас неинтересно это кстати тут есть ответы на вопросы выбирай любой хорош читать то вслух читай людям интересно то управление федеральной службы безопасности российской федерации по курской области отдел в городе суд же гриф документ секретно дальше агентурное сообщение агента мизер читал такое хоть раз нет прикольно то вот читай саму сообщение справка информации предоставлены соответствии с ранее отработанным заданием источник сообщил что и подожди сейчас садят и инсульт сейчас не поймаешь хоть нет ты если шо мои кубы я не шарю источник сообщил что в ближайшее время готовится сбросы химических отходов на запорожском и криворужском коксохимических производствах с объявлением что всему и вино является обстрелы в срф данные производства принадлежат ахметову планируется организация химических атак в целях дискредитации обвинения в срф химических атаках на мирное население украины получена информация компетенция фсб важная полная своевременная добыта в ходе работы это ты короче что-то не интересное прочт давай прочитаем другое она больше будоражит интересно ну понятно шапка вся та же самая кору вот это стопинг сообщил что 1 поликлиники в больнице города краматорска появилась врачи без границы международный крест красный крест который курируется тяжелый раненых тяжелораненых в силу больницы есть оборудование для гемодиализа и некоторых операционных несколько писал агент предполагает что будет производиться изъятие органов с последующей передачей в киев также на аэродроме краматорска находится несколько вертолетов без опознавательных знаков и один вертолет со знаком мкк дополнительно стало известно что в моргах краматорска введена пропускная система которая усложняет контроль за происходящее погибшие управляются без возможности опознания родственниками получена информация ну и дома нужно как те не верится не верится а чего не верить потому что у трупов то уже органы как бы на продажу то они годные правильно это как минимум вообще ты можете это представить то что там написано представить туда могу а реально это в реально воплотить воплотить тоже реально то есть ты веришь что можно где-то вырезать что-то и куда-то повезти ну да вообще не почему в реально то все сделать ты же был на войне был как ты себе представляешь это сделать но мы же исключаем что солдата типа что это делают над живыми или над мертвыми над живыми делать делать надо над живыми то есть ты реально предполагаешь что где-то в краматорске я не предполагаю что это реально сделать не если это живой человек которого в стерильной полностью истории короче что-то ему там во первых убить его надо забрать орган и куда-то где летают ракеты где вертолеты не летают повезти и полететь куда-то туда нет это нереально ты же понимаешь там не летает ничего потому что там стоят что ваши с-300 с 300 как минимум булки булки и появление там вертушки это шо значит сейчас найду какой-нибудь прикольно о это то же самое короче источник сообщил что подготовка так называемая харьковского гитлер югенда и не шучу дети 10 до 17 лет проводятся на территории самборского полигона вдв под назором иностранных инструкторов данная подготовка ведется без соблюдения мер предосторожности и конспирации по одной из версий источника киевский режим в случае уничтожения указанного лагеря преподнесет перед мировым сообществом как факт уничтожения российскими войсками пионерского лагеря чё скажешь я думаю что это брехня брехня почему чтобы детей на такое у вас это нормально брехня источник сообщил что на румыно-украинской границе образовалось скопление французских и британских военных в ожидании переброски на украину на украину в частности агент называют около 1 тысячи человек происходит замена экипировки на украинскую также перекрашивается техника ты в это веришь ночи техники возможно ты че нельзя перекрасить там чтобы никто не видел переодеться там то есть ты сам был военным техника же не едет с личным составом согласен почему тысяча человек едет на десяти танчиках да нет это конечно нет но мы считаем то что мы пишем ну то что написано я думал про экипаж экипаж согласен вопросов нет ну то есть как это выглядит с румынии заехали натовские солдаты своей форме натовской ждут когда их переоденут да да при этом остальные бегают кисточками красят натовскую технику в зеленый пиксель ну боже в нате в этой нету краски на и формы нету я думаю что там все должно быть уже должен переодетые приехать или их просто нету то есть сколько видел натовских солдат как это ни одного южно-африканских партнеров видел своей армии не пальцев там здесь только видел прикинь прикоснулся так высокому ждет тебя фсб ждет тебя фсб короче не сварим мы суп с товарищем майором да ну что все правды он не знает секретов у меня больше чем у тебя наверно наверно это просто фсб по военной истории у меня вообще там короче бчс и все там есть сберками по которым убежали вот поэтому кто победит я думаю правда победить что такое правда добери каждого своя да у тебя какая у тебя правда майор командующий взводом зэков ну то что не шаша меня не по назначению поставлен такой должности давай чуть глобальнее про войну кто кого-то из того что ты видишь созерцаешь думаешь 10 человек на 100 метров курская область курская область это промах до промах а склады эти все самолетов сколько спалили на аэродромах на ваш это больше промах больше промах нпз это тоже большой промах да но чтобы войну начинать надо к ней подготовиться сначала там а и вот этого бреда 14 и это все докладывается наверх ты понимаешь может специально такая инфа скидивалась тем вот этими агентами хорошая попытка за каждое такое фсб платила 3000 рублей есть расписки все тетя майор не забираются с плена наверно списках нету ты думаешь до сейчас появишься после видео но если до жены дозвонись то я думаю что да ну короче жена если ты увидишь напиши надя из напиши таки напиши вот контакт майора который после инсульта не помню своих этих телефона номер телефона там где есть ватсап по традиции у нас военно-пленные это ты если хочет обращается к своим землякам к санкт-петербург к питерцам надо идти на эту войнушку не надо идти на войнушку ну что я могу сказать возвращать все домой живыми здоровыми то есть надо идти не зачем каждого своя голова на плечах пойдите и говорит товарищ майор так получается нет так не кажется как говорится сам кузнец его счастье скувал я нет число 640 тысяч убитых те что показывают по телевизору реальное число как ты думаешь думаю нет больше меньше сколько думаешь 1300 лет половина на там надо посидеть про анализировать посчитать если вы было 1300 то в двадцать втором году не объявляли бы мобилизацию потому что состоянием на 21 сентября 22 года шайгу попросил 300 тысяч мяса на тот момент было 90 тысяч на же заводили как территориальные войска такая разница как вас заводили по факту вы пришел ты майор бежал с зэками а по факту получилось совсем другое сколько вас еще надо убить чтобы что-то там или я так думаю что надо мирные переговоры на каких условиях на обоюдных так не будет почему обоюдные можешь прийти золотую середину найти вам надо спаться со всей украины я знаю тогда это может быть предметом зеленский это уже озвучил да ты же понимаешь что каждый день все вам больнее и встает ну реально согласен что уже все про но не все киев за три дня и два с половиной года и курск ну курск отобьет ну как там часто ровняет просто все 24 на 7 кабель но это наверное неправильная политика так там уже по телевизору вас обсуждают по вот этой части тактической по своей же территории а майор чтобы сделать надо сначала эвакуировать свое местное население мирное знаешь как у вас заваля время было кто хотел уехал то что я страна вышла куда еды это же не я придумал а 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 Продолжение следует...